МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Спрос рождает предложение. Итоги визита делегации Кировской области в Гомельский регион. Окончен бал. Сегодня на рассвете завершились выпускные вечера. Ответственность за слово. О журналистике не только наше актуальное интервью. Песчаные бури на Полесье. В Гомеле на неделе обсудили экологическую безопасность. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие полчаса. На неделе с официальным визитом Гомель посетила делегация Кировской области Российской Федерации. Гости побывали на выставочных площадках холдинга Гомсельмаш. После чего встретились с руководством Гомельского областного исполнительного комитета за столом переговоров во дворце Румянцевых и Паскевичей. Обсуждались самые разные вопросы экономического и социокультурного сотрудничества. Главный акцент на взаимодействии в сфере сельскохозяйственного машиностроения. От индивидуальной корректировки комбайнов для работы на полях российского региона до обучения механизаторов. С подробностями Марина Джалая. Холдинг Гомсельмаш продает свои комбайны в Кировской области уже 14 лет. Сейчас на полях российского региона работает свыше 100 единиц гомельской техники. В исправном состоянии вся приобретенная за эти годы. При возникновении технических неисправностей хозяйства связываются с дилерским центром Гомсельмаша, который открыт в Кировской области. На предприятии говорят, что экспортировать туда корма и зерноуборочную технику хотелось бы в больших объемах. Вопрос в финансировании. Хотя в последние годы Гомсельмаш принимает собственные программы, позволяющие удешевлять стоимость экспортируемой сельхозтехники. В этом году уже продали 4 машины. Значит, конечно, мы рассчитываем на большие объемы, так как в эту область поставляет и Ростельмаш, и мы. В последние годы мы начали поставлять более интенсивно комбайны КВК-800, более мощные комбайны, зерноуборочные комбайны 1218А1. Следующим пунктом визита делегации стала встреча с руководством Гомельского облсполкома. Она прошла во дворце Румянцевых и Паскевичей. Здесь были озвучены основные точки взаимодействия регионов и определены новые пути развития. Например, между Белоруссией и Кировской областью России есть перспективы сотрудничества в сфере пассажирского транспорта. Что касается возможностей Гомельщины, то это, опять же, преимущественно сфера сельскохозяйственного машиностроения. Приоритет у нас агропромышленный комплекс, тем более у нас есть точки соприкосновения. Посмотрели по направленности сотрудничества, по компетенции, видим точки роста. Поэтому мы, есть договоренность с председателем Гомельского облсполкома, с Владимиром Андреевичем о том, что сейчас мы на данный момент просмотрим вопрос подписания плана сотрудничества на 2018-2021 год, который содержит все ключевые положения по сотрудничеству, естественно, которые дадут свой эффект с точки зрения роста нашего внешнеторгового оборота. Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котличко вопросами сельского хозяйства занимается более 40 лет. В этой сфере все знает досконально. Говорит, лето на родине не очень длительное, а каждый день для аграриев на вес золота. Поэтому важно пользоваться техникой, которая отвечает всем требованиям для максимально эффективной работы в таких климатических условиях. На Гомельмаши смогут совершенствовать комбайны и продавать их в оптимальной для кировских полей комплектации, плюс обучение российских механизаторов. Все рабочие вопросы обсудили, и в том числе связь между технической нашей государственной службой, чтобы мы могли предлагать, и встреча была с конструкторами завода, чтобы мы могли со своей стороны предлагать для наших климатических условий, какие бы усовершенствования в машине можно было еще принять заводу конструкторскому бюро. Кировская область второй производства после Кольского полуострова имеет запасы фосфоритов. Они не такие, конечно, насыщенные, но вместе с тем, учитывая и логистику, может быть интересно и для предприятий нашей химической отрасли, в данном случае химзавода. Ну и, конечно же, восстановление побратимских связей, на которые мы, надеюсь, выйдем уже осенью этого года в рамках пятого форума регионов Белоруссии и России. Напомним, речь о пятом форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в сентябре в Могилеве. Во время него планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Кировской и Гомельской областями, Гомельским областным советом депутатов и законодательным собранием Кировской области. Марина Джала, Андрей Иванов, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Вопросы оплаты труда, контрактная система, заключение коллективных договоров. На четвертом пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов рассмотрели проблемные вопросы. Срок выполнения очередного соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом, Союзом нанимателей и Объединением профсоюзов на исходе. На пороге подписания нового. Перед профсоюзами стоит главная задача сохранить социально-экономическую стабильность в трудовых коллективах. Подведены итоги областного смотра конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах. Награды в различных номинациях получили 30 победителей. Конкурс прошел в 13-й раз. За время его проведения была отмечена работа идеологов с 200 предприятий региона. В Ветке обсудили программу проведения международного фестиваля «Славянское единство-2018». Встреча представителей приграничных областей запланирована на 23 июня. В программе выставка ремесленников, военная экспозиция, площадка «Назад в СССР», демонстрация национальных блюд. В 2018-м фестиваль «Славянское единство» посвящен году Малой Родины и пройдет под слоганом «Родина в сердце моем». Впервые на Гомельщине прошла спартакиада Союзного государства среди молодежи. Ее участниками стали почти 200 студентов учреждений высшего образования Белоруссии и России. Спортивные баталии по мини-футболу, волейболу, а также соревнования по легкой атлетике продолжались 4 дня. И буквально сегодня прошло торжественное закрытие спартакиады, в рамках которого наградили победителей и призеров. На этой неделе стафету 100 лет на страже границы Отечества передали Гомельской пограничной группе. У памятного камня воинам-пограничникам провели торжественный митинг, после которого гомельчане смогли посетить мобильную экспозицию Государственного музея истории Великой Отечественной войны. В этом году она стала символом эстафеты. В Жлобинском районе проходит областной этап спортивно-патриотической игры «Зарница». В этом году ее участниками стали 250 школьников со всего Гомельского региона. Ребятам 13-14 лет. Они состязаются в военно-прикладных, туристских, спортивных, интеллектуальных и других соревнованиях. Итоги будут подведены 12 июня. Победители представят нашу область на республиканском этапе игры «Зарница». Сегодня в школах, гимназиях и лицеях региона завершились выпускные балы. Финальную точку в школьной истории ребята поставили на рассвете. В этом году аттестаты вручили почти 9 тысячам выпускников 11-х классов и более чем 13 тысячам 9-ти классников. Школьные экзамены сданы. И вступление во взрослую жизнь выпускники отпраздновали на торжественных балах. В 13-ти районах области чествование 11-ти классников проходило на центральных площадях райцентров. По традиции сначала вручение аттестатов, медалей, грамот и других подарков. Затем развлекательные программы, танцевальные вечера, конкурсы и многое другое. В этом году 36 выпускников со всей Гомельской области стали победителями заключительных этапов Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Тем самым они уже обеспечили себе место в профильном ВУЗе. Как сложится судьба всех остальных выпускников региона, можно будет узнать лишь после заключительного этапа вступительной кампании 2018. Впереди большие испытания. И я хочу искренне пожелать нашим выпускникам счастливой дороги, алых парусов, наполненных ветром новизны, современности, современных подходов к современной жизни. И хочу с уверенностью сказать, что наши выпускники достойны этого в будущем. Здоровья, крепкого, успехов, удачи, хорошего настроения. Родителям уверенности и гордости за своих детей. И, конечно же, большого человеческого счастья. С последним днем школьной жизни, дорогие друзья. На недавней премии СМИ Гомельщины коллектив областной газеты «Гомельская правда» собрал целый урожай наград. Здесь работает лучший по итогам года журналист печатных СМИ. Здесь организована на высоком уровне работа в сети интернет. Среди победителей и команда «Правда.Радио» – структурного подразделения «Гомельской правды». Мой коллега Александр Говейков встретился с главным редактором газеты Сергеем Беспалым для того, чтобы поговорить о проектах издания, о развитии журналистики в регионах и ответственности за слово. Сергей Михайлович, могли ли вы себе представить, когда пришли в газету, что году так в 2018-м «Гомельская правда» станет по-настоящему многопрофильным предприятием? Это не только газета, а целый холдинг? Ну, я скажу, что такого слова-то никто не знал – холдинг. Я думаю, если бы тогда кто-то спросил, то, наверное, словари бы залезли и начали искать. Конечно же, нет. Была одна газета пять раз в неделю, она крупная, самая крупная в стране. И все это подброшено временем – что-то делать, искать что-то новое. Появились сайты со временем. Потом мы поняли, что это должно развиваться очень сильно. И лет пять назад мы создали редакцию сайта. И это не аналог газеты, это отдельный сайт «Правда Гомель». Потом начали заниматься издательской деятельностью, вот тоже где-то полноценных лет пять, книги, альбомы. Это тоже интересная такая тема, которая позволила нам развиваться, она нам близка. Ну и вот, где-то около двух лет, скоро два года, как «Правда Радио» у нас появилось. Своё электронное средство массовой информации. Поменялось действительно многое, и действительно насыщенными были последние пять-десять лет. Что остаётся все эти годы неизменным, несмотря ни на что? Знаете, я бы сказал, что остаётся неизменным у нас в газете – это профессионализм, преданность профессии. И та обязанность, которую мы несём – говорить правду. Вот я бы это отметил. Вот, кстати говоря, о правде и остроте пера. Как относитесь к недостатку критических материалов в целом? В СМИ, что уж тут говорить, зачастую нас, региональщиков, за это критикуют. Существует мнение, что журналисту, который живёт в том городе, где работает, критиковать, к примеру, недобросовестных чиновников непросто. Да и вообще говорят, что настоящая критика – дело центральных СМИ. Ваше мнение? Вы сказали «настоящая критика». А какая же ненастоящая тогда? Это враньё, что ли? Думаю, что критика, она должна быть в первую очередь объективной, чтобы не было стыдно встречаться не в том городе, в котором ты живёшь, или, например, если это написано в газете, если ты приедешь в другой город, чтобы ты тоже можешь встретить тех людей. В первую очередь объективность. Вот тогда не будет стыдно ни в глаза смотреть, ни встречаться. И, знаете, я хочу сказать, что критику-то никто не любит. И я никогда не слышал, чтобы кто-то был очень доволен, когда лично его критиковали. Да, можно сказать, что там острое издание или передача, и похвалят. Но тот, кого это лично коснулось, это равносильно того, что любит зубную боль. Её невозможно воспринимать, да, как-то так, с любовью. Поэтому центральные издания, ну, возможно, они больше могут позволить, более шире глянуть на какие-то вещи, проанализировать с другими регионами. Ну, я не скажу, что критики как-то... Меньше её, наверное, стало, если я вот так вот сравниваю с советским периодом. Наверное. И, вы знаете, я хочу только одно сказать, что критика нужна. Нужна и телевидению, нужна и газетам, нужна и интернету. Это развитие. Скажем прямо, она нужна и органам власти, потому что это действительно помогает... Безусловно. Это развитие. ...оголять проблему. Это критически взглядная вещь. Он должен, просто обязан быть. Иначе это просто болото будет. Знаю, вы консультируете коллег из районных изданий. Вот как оцениваете уровень развития журналистики в небольших населённых пунктах? В райцентрах. Если вы туда приедете, почитаете, вам, может быть, покажется что-то таким, где захотелось бы поправить. Но жизнь поправляет, она сама. И поэтому вот у нас есть достаточно сильные газеты, и Рогачёвская, и Речицкая, и Калинковичская, и ряд других, где и интернет-сайты достаточно сильны. Хотя мы понимаем, что финансирование в небольших населённых пунктах, в небольших изданиях, оно значительно ниже. И, тем не менее, достаточно неплохо развивается и там, да? Они самостоятельно зарабатывают, и не нуждаются в финансировании бюджета. То есть, если ты востребован, ты будешь... Востребованы. Тут другие моменты. И рекламные. Если крупнее населённый пункт, естественно, там и рекламы больше. То есть, доходов больше в редакции. Поэтому... Ну, мы помогаем этим маленьким газеткам. Я думаю, они вот меняются и понимают, что надо меняться. А мы им помогаем и приглашаем к себе. Мы делаем обзоры детальные, такие точечные. Приезжают целыми редакциями. Они хотят учиться. Мы помогаем только тем, кто хочет учиться. Вот, кстати, про учёбу. Проблема профессиональных кадров, наверное, не одно десятилетие. Я вот и недавно глава государства обратил внимание на этот вопрос. Как решаете эту проблему у себя в редакции? Как по-вашему, почему те же выпускники журфака или филфаков в областных центрах достаточно неохотно едут в регионы? Мы не всех и берём, кстати. И к нам приехали бы, хотя вы правы, что проблема есть кадровая. Наверное, как и на любом другом предприятии, если сказать, что есть суперспециалист, его возьмут? Я думаю, что да. Может быть, кто-то не хочет учить. Вот здесь момент, если увидеть будущего журналиста в школе, скажем, где-то в выпускных классах или на студенческой скамье вначале и помочь, поддержать, или направление дать на учёбу и помогать, и практически потом, чтобы он набивал руку, образно говоря, то потом и получается хороший журналист. И там нет проблем, у тех редакций нет проблем, которые этим занимаются. Вторая сторона медали. Пока мы в поиске профессиональных кадров в сети, каждый второй смело называет себя свободным журналистом-художником. Надо сказать, определённому количеству блогеров удаётся влиять на достаточно серьёзная масса людей. С чем это связано? С недостатком информации? Может быть, снижением доверия к официальным СМИ? Или вот так называемой моде на ВАУ-новости, когда не важно что, а важно как, больше блёсток, ярче упаковка? Вы тут много сразу вопросов и острых затронули. Я не могу сказать, что там официальным СМИ не верят. Ведь мы в самом деле публикуем достоверную и проверенную информацию, правдивую. Но то, что и блогерам восприятие, и доверие есть к информации, хотя она непроверенная бывает. Вот здесь очень момент такой социальный, потому что люди у нас привыкли воспринимать и слово в газете, и слово на телевидении, и слово на радио, и теперь появилось и слово в интернете. И люди его тоже воспринимают. Но вот достоверность информации – это достаточно такой вопрос сегодня актуальный. И мы видим, что со словом обращаются очень вольно. Мы видим, что идут оскорбления. Мы видим, что идут даже унижения через интернет. Мы видим целые компании, организованные не только против конкретных людей, но и предприятий, их продукции – это не просто так. Это убирают конкурентов таким образом, по большому счету. Понимаете? И вот здесь допускать, чтобы вот так продолжалось и ненаказуемо, нельзя. Поэтому сегодня и обсуждается новый закон о СМИ. Он просто назрел. Как человеку защититься, когда его оскорбили анонимно? Он не в суд не может подать. Или на предприятие. Запустили утку, а ты там отмывайся потом. Должно быть все честно и наказуемо. За неправду. Это вопрос. Но свобода, она должна быть. Без свободы нельзя. Но она прекращается там, когда ты нарушаешь права другого. Вот я бы сказал образно. Свобода определяется длиной поводка. Хотя меня могут за это обвинить, но это поводок ответственности. Это таких, писанных жизнью закону, не обижай, не оскорбляй, не унижай другого. Сергей Михайлович, ну вот так по-философски поставим точку. Спасибо за это интервью. Хороших новостей вам. И до встречи в эфире. Спасибо вам тоже. Удачи творческой. Спасибо. 5 июня в мире отметили День охраны окружающей среды. В Гомельской области к этому событию приурочили проведение международной научно-практической конференции «Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности». Ее участниками стали студенты, аспиранты и ученые из восьми стран мира. На протяжении двух дней они заслушали около 90 докладов. Что сегодня волнует экологов и какие пути решения актуальных проблем они предлагают, знают наши корреспонденты. Международная экологическая научно-практическая конференция студентов и ученых в Гомеле прошла в четвертый раз. В этом году ее участниками стали 60 человек из восьми стран мира. Причем впервые на конференцию пригласили представителей IT-компаний. В сфере изучения охраны окружающей среды высокие технологии сегодня не просто помощники. С их помощью можно и места распространения инвазивных видов уточнить, и максимальные уровни половодия на конкретных реках спрогнозировать, и электронный реестр почвы создать. К качеству почвы сегодня вообще повышенное внимание. Проведенная в свое время массовая мелиорация позволила на какое-то время повысить урожайные сельскохозяйственных культур. Зато теперь ее отдаленные последствия – выветривание плодородных почв и песчаные смерчи. Причем не только в Беларуси. Эти же явления имеют место и на Черниховском полесье, так же как и на Гомерском полесье. Дело в том, что осушительная мелиорация была проведена, но не ведутся соответствующие работы, которые были бы направлены на улучшение экологического баланса этих территорий. Поэтому имеют место такие проявления. Впрочем, песчаные смерчи на полесье встречались еще до проведения мелиорации, а поэтому и меры по предупреждению этого явления известны уже более столетия. Посадка на проблемных землях лесополос или отвод этих территорий для выращивания травянистых кормов. В противном случае песчаные смерчи не прекратятся, а возможно даже станут более частыми и сильными. Особенно если осадков долгое время нет, то ветер будет поднимать песок вверх, и вот такие песчаные бури, будут ли они сильнее или меньше, чем есть. Тут надо думать, смотреть конкретное место. Тема песчаных бурь сегодня волнует не только экологов и геологов. Специалисты Гомельского областного гидрометеоцентра даже нашли записи об исследовании этого явления их предшественниками еще на рубеже 19-20 веков. За прошедшее время интерес не угас, тем более, что в некоторых случаях такие бури могут привести к значительным разрушениям. В 2009-м, например, смерч и сильный ветер уничтожили в Чечерском районе значительную часть местных лесов, повредили крыши на фермах и сломали водонапорную башню. Такие явления пока бывают нечасто, но и единичными их уже не назовешь. По ходу смерча воронку затягиваться могут предметы окружающие, поэтому разрушение, конечно, может быть. Потому что смерч и скорость ветра достигают 50-100 метров в секунду. То есть, если ураган, это от 33 метров в секунду. То есть, это даже сильнее, чем ураган. Во время работы Международной экологической конференции в Гомеле заслушивается около 90 докладов. Тематика самая разная. От трансграничного сотрудничества в сфере охраны природного наследия до оценки влияния осадков на состояние автомобильных дорог Беларуси. Важно все, тем более, что сейчас белорусская экология берет курс на гармонизацию природоохранного законодательства с европейскими странами. В частности, речь идет о пересмотре подходов к использованию больших рек. В 2016-м в стране впервые был создан Совет управления Днепром. В конце этого месяца планируется утвердить комплексный план использования Припеди. В состав таких советов включаются представители всех регионов, по территории которых протекает река. Бассейновый принцип нацелен на то, чтобы комплексно, не территориально, а комплексно управлять водными ресурсами и понимать, что если какие-то работы проводятся у истоков, реки, как это скажется далее, все ее протяженности. Врабатывается совместное решение. Пока на уровне нашего законодательства этот бассейновый принцип носит рекомендательный характер. То есть решение этого совета включает представителей различных организаций, ученых, субъектов хозяйствования, водопользователей, органов власти. Поэтому надеюсь, что его решения будут способствовать сохранению наших водных ресурсов. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Евгений Макинка. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В Гомеле с аншлагом прошел очередной концерт проекта «Мировые саундтреки». Он включил в себя самые известные композиции из фильмов, мультфильмов и сериалов, которые стали лидерами мировых прокатов и кинорейтингов. А тем временем Гомельский областной драматический театр пригласил юных зрителей на премьерный спектакль «Оранжевый ежик». На сцене развернулась веселая и увлекательная история, наполненная яркими вокально-танцевальными партиями, искрометными шутками и интерактивом с начинающими театралами. Премьерный спектакль драмтеатра – своеобразный творческий подарок для детей, приуроченный к началу летних каникул. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. У школьников началась самая беззаботная и радостная пора – время летних каникул. Чтобы провести их максимально интересно, полезно и безопасно, учреждения культуры региона подготовили для своих юных посетителей немало приятных сюрпризов. Яркие театральные выступления, увлекательные выставочные проекты и занимательные творческие встречи. О самом интересном – наш культурный обзор. В Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена состоялось познавательное мероприятие под названием «Мир начинается с детства». Школьники познакомились с настоящей сказочницей и детской писательницей Инной Зарецкой и увидели необычные глиняные игрушки, выполненные самообытным мастером декоративно-прикладного искусства Михаилом Клецковым. А в Гомельском городском центре культуры состоялся фестиваль творчества детей дошкольного возраста. На мероприятие съехались победители районных этапов, самые одаренные юные звездочки областного центра, тематические выставки, фотозоны и настоящая территория детства. Благодаря подобным фестивалям удается открыть новые таланты, чтобы затем они засияли на творческом небосклоне. Тем временем Гомельский областной драматический театр пригласил юных зрителей на премьерный спектакль «Оранжевый ежик». Это веселая и увлекательная история, наполненная яркими вокально-танцевальными партиями, искрометными шутками и интерактивом с начинающими театралами. Сказочные герои спектакля стремятся не только донести со сцены детям главные жизненные истины, но также еще раз напомнить им о том, что никогда не надо забывать о добрых делах и поступках. Между тем порадовала культурная неделя и истинных ценителей высокого искусства. В Гомеле состоялся третий концерт музыкального проекта «Мировые саундтреки». Он включил в себя самые известные композиции из фильмов, мультфильмов и сериалов, которые стали лидерами мировых прокатов и кинорейтингов. В программе звучала музыка из таких знаменитых картин, как «Шерлок», «Леон», «Профессионал», «Армагеддон», «Кот да Винчи» и многих других. Чтобы создать полное погружение в атмосферу мирового кинематографа, фрагменты кинолент транслировались на большом экране. Искренние и проникновенные инструментальные и вокальные композиции концерта «Мировые саундтреки» звучали в исполнении музыкантов государственного учреждения «Гомельские городские оркестры». Воплощают оригинальные идеи в жизнь и не перестают радовать своим творчеством преданных поклонников и артисты Гомельской областной филармонии. Сейчас они готовятся представить зрителям новую концертную программу «Встречи». Она пройдет в исполнении солиста филармонии Александра Обросимова в сопровождении камерного хора под управлением Елены Соколовой. Тем временем Светлогорский историко-краеведческий музей приглашает на выставку динозавров в парк юрского периода. В экспозиции представлены огромные ящероподобные животные, которые некогда населяли нашу планету. Посетители выставки могут узнать много интересного об реалиях обитания и привычках. А на территории исторического центра Мозорский замок работает контактный зоопарк «Ферма добра». Здесь можно не только увидеть, но и потрогать козлят, ягнят, кроликов и других забавных животных. Сотрудники контактного зоопарка научат детей взаимодействовать с питомцами и правильно их кормить. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь с вами в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова